Видение, да? Видение продукта. Значит, если у вас имеются скрытые отёки, то в первую очередь у вас будет выходить жидкость. Вы, может быть, в туалет в первый день не сходите, но будете много в туалет по-маленькому ходить. Прям вот за ночь в 2-3 раза. В маленьком ультах хожу. Каждый день за ночь 5 раз хожу. Нет, это другое. Я вам как уролог могу сказать, что это не обязательно. Может быть, это... В любом возрасте, даже вот у меня, например, да, казалось бы, вот, нету никаких отёков. Я когда начинала пить, потом у меня пошла слизь. Не просто из кишечника слизь. Вот, кашляю идёт, извиняюсь, отсюда идёт. По-женски идёт. Просто вот слизь стала выходить. И после этого кишечник вот это всё очищает. Потому что у нас не только каловый завал. У нас вот слизистых тоже очень много накоплений. Жидкость у нас везде скапливается. Между органами, в сосудах, ноги, руки. Понимаете? Вот. И в принципе, да. Я вам ещё такой... Возьмите, пожалуйста, на вооружение, на заметку. Да. Я уролог. Я этот препарат назначаю для профилактики мочекаменной болезни и почечного давления. Поэтому, Альмира мне говорит, ты только на Гринмаксе. Да мне вот этого Гринмаксе и так потом. Да, достаточно. То есть, для профилактики почечного давления и профилактики мочекаменной болезни. Потому что у нас, у кому УЗИ не сделаешь, у всех маленькие камушки да есть. Правильно? Исок. У кого там чуть-чуть давления, уже врачи говорят, у вас почечное давление. Это не обязательно должно быть почечное. Но вот этот препарат, он действительно прочищает. Профилактику делает. Снижает давление и всё остальное. Плюс, я ещё заметила, что его, если вы пьёте, например, до еды или после еды, если вы его будете пить до еды, да, например, днём, то у вас будет эффект похудения гораздо быстрее идти. Да вы что? Да. Кстати, вот я вам не сказала, как данные игры этот секрет. Ой, а это только на ночь, тогда буду днём пить. Смотрите, почему я вам это хочу сказать. Потому что у него есть вот эта клетчатка жировая и всё, вот то, что там внутри шпинат, да, это всё. Это продукты с отрицательной калорийностью. То есть, чтобы их переварить и всё, и они запускают распад жиров у нас в организме, внутреннего жира. Поэтому, когда мы его пьём до еды, да, наш организм запускает этот процесс. И даже если мы уже кушаем, уже у нас этот процесс идёт быстрее. А не так, когда мы покушали, потом попили, и мы ждём пока вот то, что мы съели до этого. Понятно, да, Воля? Оля, извините, тогда мы уже с утра натощат выпить? Нет, вы же будете бегать через 7 часов там. А, теперь смотрите, если вы хотите... Нет, это всё вареная еда для похудения. Как пить? Да, если вы хотите таким образом пить, вы можете это выпить, но не весь пакетик тогда. Половинку. Подбирается индивидуальная доза, чтобы... Да, треть, потому что мне, например, да, вот у нас вот тут, мне хватает половинки. Иногда даже меньше, я на 3 части делю. На 3 части. Или вы можете, если у вас, например, с утра дела, вы можете выпить часа в 4. А, в супе. Потому что впереди ещё у нас ужин, да, там ещё какие-то этот перекусы бывают всё равно. И поэтому, вот, а если мы пьём это после еды, то процесс вот снижения веса, он как бы замедляется, но очищается организм тоже. Да, понятно. Понятно, да? В основном же, люди же в основном тоже хотят же и похудеть, потому что лишний вес – это сахарный диабет, лишний вес – это давление, лишний вес – это вообще тяжело ходить, это артрозы, артриты, да? Отдышка. Отдышка, суставы болят. Вот. Поэтому вот вам такой секрет на этот препарат. Куратка, куратка. Да. Спасибо, Оль, большое. Пожалуйста. Спасибо. Пользуйтесь. Да. Это вот мои личные наблюдения и наблюдения за пациентами. Угу. Вот так. Два месяца, да? Но если вы пьёте регулярно, то есть попили курс, перерыв, попили курс, перерыв. Со временем вот маленькие камушки, они могут раствориться. Вот. Потому что с желчным пузырем работает хорошо, уже с желчным пузырем сама по себе камни эти будет переваривать, ну, растворять. И они будут, если даже они будут выходить, вот когда приступ к желчному камню, да, желчекаменной болезни там и всё остальное, вероятность того, что это будет легче выходить, потому что он более мягкий, более пластичный там и всё остальное, она всегда существует. То есть хуже не будет? В любом случае он будет способствовать? Хуже не будет, но если есть действительно желчекаменная болезнь, диагноз подтверждён, то вы… Ну, вначале мы рекомендуем одну третью, потом одну вторую, постепенно переходить. Ну, недельку, может быть, или несколько. Нет, у меня нет камней, у меня одна знакомая. Ну, я вот вам говорю, что если есть камень, лучше вот так, да. Потихоньку пробовать. Так, дальше.